Благовестие Израилю и всему миру. Баруха Шем, благословенное имя Господне. Мы с Синтией очень рады, что вы смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса». Дорогая, сегодня мы снова будем говорить об апостольских молитвах. Мы снимали эту программу в Израиле. Скажи что-нибудь. Да, я никогда не забуду это удивительное время в нашей жизни. Мы были в Израиле в мае 2018 года. Чудесное время. В Иерусалиме открыто американское посольство. Мы оба пережили то, что изменило нашу жизнь. Так что эти программы очень помазаны. Да, это так. Это парадокс. Мы знаем, что Дух Божий присутствует повсюду, но все же он по-особенному находится в Израиле. Как ни в одном другом месте. Мы с удовольствием представляем вам очередной урок из послания к Алоссинам. Мы говорим об апостольских молитвах в программе «Узнавая еврейского Иисуса». Будьте с нами. Какое прекрасное время. Я рад, что могу проповедовать вам из Израиля. Я стою на горном хребте Гилбоа. За моей спиной Иорданская долина. За ней следует сам Иордан. Чудное место для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Это новаторская серия программ. Мы говорим об апостольских молитвах. За многие годы я говорил о многих апостольских молитвах. И сегодня мы рассмотрим молитву, которая находится в послании к Алоссинам. Мы говорили об этой молитве на протяжении нескольких программ. Сегодня посмотрим местописание к Алоссинам, первая глава, с 9 стиха по 12. Я быстро сделаю обзор того, о чем мы говорили в прошлый раз, в случае, если вы пропустили нашу предыдущую программу. Послушайте Слово Божие. Павел пишет это послание вместе с Тимофеем. Он начинает послание со слов. Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа и Тимофей брат. Тимофей был его духовным сыном. Мы читаем с 9 стиха, в котором начинается молитва. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, он говорит от своего лица и от лица Тимофея. Это послание адресовано святым в Колоссах. Это был город Колосса. Отсюда название послания к Колоссинам. Итак, 9 стих. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовному. Я снова, как и в прошлой программе, хочу помолиться сейчас за вас, потому что очень важно начинать каждый обзор Писания с молитвы. Итак, давайте попросим у Отца благоволения. Отец наш Бог, во имя Иешуа мы смиренно приходим к престолу благодати и просим Тебя, Отец Бог, дать нам познание Твоей воли, дать нам разумение и мудрость, чтобы нам познать волю Твою, чтобы нам не блуждать во тьме и не быть духовно бесчувственными, но чтобы мы пребывали в помазании и имели мудрость к познанию воли Твоей. И прямо сейчас, Отец Бог, я высвобождаю на всех и во всех тех, кто меня слышит, действия Духа Твоего, который дарует им духовное разумение и премудрость познания воли Твоей, чтобы нам ходить путями угодными Тебе, а в очи. Именно об этом молился апостол Павел. Для чего он молился, чтобы Божий народ исполнился познанием воли, премудростью и разумением? Павел открывает нам свою цель. Вот для чего он так молился. Чтобы поступали достойно Бога. Смотрите, Павел желал, чтобы народ Божий ходил в духовном разумении для того, чтобы они могли поступать достойно Бога. Я задавал этот вопрос в прошлой программе и задам его вам сейчас. Является ли главной целью вашей молитвы то, чтобы вы поступали достойно призывания вашего? Или в основном вы просто муритесь о том, что хотели бы иметь в жизни? Об исполнении наших амбиций. Вы ищете Бога только для того, чтобы Он исполнил ваши плотские нужды? Когда мы рассматриваем апостольские молитвы, мы видим, что они были краткие, четкие и направленные на то, чтобы народ Божий знал его и жил достойно их призвания. Мы должны принять в свою жизнь это мировоззрение Царства. Послушайте, мы должны помнить, что, во-первых, все дело не в нас, все дело в нем. Поэтому нам нужно перепрограммировать свой разум. Павел молился, чтобы мы преобразовались обновлением своего ума, вместо того, чтобы сообразоваться с этим миром. Я хочу задать вам вопрос. Большинство проповедей, которые вы слышите, и христианских книг, которые есть в продаже, о том, что мы можем получить от Бога, чтобы нам почтить Его и угодить Ему? Или же все эти учения просто хотят показать нам, как жить лучше, иметь большой дом, хорошую работу, больше денег, то есть как стать счастливее? Между этими учениями большая разница. Иисус сказал, что мы будем счастливы тогда, когда будем послушными. Я хочу, чтобы вы прониклись этим мировоззрением и, просыпаясь утром, осознавали, что мы не принадлежим себе. Слово Божие призывает, чтобы мы не для себя жили, но для умершего за них и воскрешего. Я помню, когда в 80-х я учился в библейском колледже. Президент колледжа рассказывал всем студентам, что каждое утро, когда он молится, он посвящает Богу каждую часть своего тела. Он молился, «Боже, я начинаю свой день и встаю с моей постели, чтобы встать ногами на Твою землю. Я хочу посвятить Тебе сегодня всего себе. Я хочу поступать достойно и ходить угодными Тебе путями». И затем он перечислял все части своего тела. Он говорил, «Господь, я посвящаю Тебе свой разум и отдаю его в Твои руки. Я отдаю Тебе свои уши сегодня и посвящаю свои глаза Тебе». Он перечислял, «Я отдаю Тебе сегодня свои ноги и свои ступни. Отдаю Тебе свои руки. Я хочу поступать достойно Тебе и угождать Тебе своей жизнью». Именно об этом и молились Павел с Тимофеем. Он писал в 9 стихе, «Мы молимся, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». В 10 стихе, «Чтобы поступали достойно Бога». И вот теперь, внимание, «Во всем угождая Ему». Какая чудесная мысль. Оказывается, мы можем не просто сухо повиноваться Богу, но иметь желание в своем сердце во всем Ему угождать. Павел получил откровение о том, что мы можем жить так, чтобы наша жизнь была угодна Богу. Когда кто-то стремится угодить кому-то, а в этом задействована эмоция. И человек, которому постарались угодить, получает от этого удовольствие. Это доставляет ему радость. Как же приятно осознавать, что наши отношения с Богом приносят Богу удовольствие. Павел молится, чтобы у них был дар разумения воли Божьей, и чтобы они могли угождать Богу. Когда мы осознаем, что мы можем касаться Божьего сердца, тогда мы можем своими действиями либо сделать его еще более счастливым, либо огорчить его. Писание говорит «Не огорчайте Святого Духа». Мы читаем в книге Бытия, что Бог пожалел о том, что создал человека, потому что сердце человека было полно зла и насилия. «Подумайте о том, что каждое наше действие, каждая наша мысль и каждое сказанное нами слово либо угождает Богу, то есть приносит Ему радость и счастье, либо огорчает Бога, то есть это как стрела, которая ранит Его сердце». Мы должны развить в себе чувствительность, чтобы нам осознавать, радуем ли мы Бога в данный момент или огорчаем Его. Именно поэтому Писание говорит нам в 19 главе книги Откровения, что цель наших отношений с Богом в том, чтобы привести нас на брачный пир Агнца. «Возрадуемся и возвеселимся, ибо наступил брак Агнца». Наши отношения с Богом Отцом и Царем Иисусом достигнут своей кульминации на брачном пире. Вы спросите, а что символизирует собой этот брачный пир? Брачный пир представляет собой несравненную радость, абсолютное единство, сопричастность и близость. Это то, к чему стремятся наши отношения с Богом, к тому, чтобы мы пребывали в более глубоких отношениях с Ним. Мы стремимся угодить Богу, а Он, в свою очередь, наполняет нас своим духом, что приносит нам чувство полноты и довольства. Он касается нас, и мы даже эмоционально переживаем более глубокие отношения с Ним. Пожалуйста, подумайте об этом. Далее Павел пишет, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Это удивительно. Эта женщина верила, что бес принес в ее тело болезнь. Она ходила во многие церкви, но так и не получила исцеления. Она не слышала на одно ухо и не могла поднять левую руку. Когда я высвободил исцеление со сцены, у нее исчезли некоторые симптомы. Она вышла, но бес не до конца вышел из нее. Когда я подул на нее, он проявил себя. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Во имя Иисуса. Посмотри на меня сейчас. Я приказываю тебе. Посмотри на меня. Если хочешь получить полную свободу. Во имя Иисуса. Да, смотри на меня. Я приказываю тебе выйти из нее. Всякий бес. Пошел вон из нее. Всякий бес. Оставь ее. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Все до последнего беса убирайтесь. Помогите ей встать. Дорогая, посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты сейчас подняла руки и поблагодарила Иисуса за то, что Он тебя освободил. Послушай, ты совершенно свободна. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения царя Иисуса. Я сказал вам, что когда мы пытаемся кому-то угодить, это приносит им эмоциональное удовлетворение. То есть, когда мои дочки пытаются сделать мне приятное, это приносит мне эмоциональное удовлетворение. Я хочу, чтобы вы пришли к тому, что признали тот факт, Бог тоже имеет эмоции. Этому есть два доказательства. Во-первых, так говорит нам Писание. Иисус был полон радости. Он чрезвычайно радовался. И мы только что прочитали, что мы можем угодить Ему. Я говорил о противоположных эмоциях. Мы можем огорчить Духа Святого. Итак, во-первых, мы знаем, что Бог обладает эмоциями из Писания. И вторая причина, почему мы можем быть уверены в том, что Бог, с которым мы имеем отношение, имеет эмоции и имеет чувства к вам, заключается в том, что вы были созданы по Его образу, и у вас есть эмоции. Мы созданы по Его образу, поэтому и у нас, и у Него есть эмоции. Поэтому я призываю вас отбросить безжизненное мышление, когда вы говорите, «Мы будем послушны Богу». Так нужно. Нет, в этом есть нечто большее. Наше послушание радует Бога. Итак, мы продолжаем рассматривать молитву Павла и Тимофея. Молюсь о том, чтобы Бог дал вам премудрость и разумение, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Давайте остановимся для начала на фразе «Принося плод во всяком деле благом». Услышьте меня. Иисус говорил о том, что Он давал людям таланты в Его Царстве. Кто-то получил 10 талантов, кто-то 5, а кто-то всего лишь один талант. В чем был смысл этой притчи о талантах? Для чего Иисус говорил об этом? Мы должны принимать от Него таланты и использовать их для того, чтобы творить добрые дела, расширять Его Царство, чтобы, когда мы встретимся с Ним, мы могли сказать, что у нас был один талант, а теперь их 5, или хотя бы 2 таланта. И Иешуа говорил о том, что Бог раздает людям таланты, ожидая, что человек будет использовать данные Ему Богом таланты для Его Царства и умножать их, творя добрые дела. Еще раз послушайте, как Павел и Тимофей молились за святых. «Даст вам приносить плод во всяком добром деле». Мы должны сознательно творить добрые дела. Писание говорит, что Бог приготовил нас на добрые дела. То есть каждый день мы должны искать возможности, как бы нам сотворить доброе дело и использовать данный нам шанс, как нам проявить к людям любовь во имя Иисуса. Иисус говорил о стакане воды, которую мы подали жаждущим. Мы должны молиться за людей во имя Иисуса. Как вы, наверное, заметили, наша камера немного шатается от порывов ветра. Оператор пытается ее удержать. «Да, в Израиле бывают сильные ветры. Представьте, что вы находитесь с нами на святой земле. Возлюбленная, я призываю вас отбросить мышление, в котором мы ищем лишь того, что принесет нам удовлетворение». Но иметь мышление воина. Прежде чем мы встанем на ноги утром, давайте искать того, как мы можем сегодня послужить людям. Просите Отца помочь вам поступать достойно призвания. Боже, как мы сегодня можем угодить Тебе. Отец, я знаю, что Ты идешь впереди меня, творя возможности для совершения добрых дел. Я объясню. Иногда Бог специально открывает нам двери, через которые мы можем войти и сделать что-то во имя Иисуса, проявить любовь или совершить какое-то доброе дело, или, может, о ком-то помолиться. Именно о таких добрых делах говорит здесь Павел. Но иногда, возлюбленные мои, поскольку вы рождены от Духа Божьего, вы имеете возможность творить. Эти способности были даны вам Богом. Вы можете сотворить что-то из ничего. Скажем, вы общаетесь с группой людей, и все, о чем они говорят, это какие-то мирские вещи. Вы можете внезапно внедрить жизнь в этот разговор и начать говорить о Царстве, к примеру. Если они распространяли сплетни, вы можете все изменить и начать сеять туда жизнь. Начните говорить об этом человеке что-то хорошее, или разговор шел о чем-то негативном, а вы выведите его из этой тьмы и начните сеять свет, и вся тьма рассеется. Мы с вами рождены от Духа Божьего, и нам с вами дана сверхъестественная способность. Бог использует нас, чтобы мы могли творить добрые дела. Иногда я попадаю в страны, куда я приезжаю служить, где Царство Божие распространено на очень низком уровне. И в результате экономические стандарты очень низкие. Вот вам причина этого. Когда мы рождены свыше, у нас есть способность твориться. Мы творим хорошую экономику, создаем рабочие места. Бог помогает нам что-то изобрести, и это приносит преуспевание. Куда бы мы ни шли, у нас есть способность, творческая сила, и я хочу сейчас говорить это в вашу жизнь. Отец Бог, я благодарю тебя за твоих детей. Папочка, ты их так сильно любишь. Спасибо тебе, Отче, что мы рождены от Духа твоего Святого. Твой Дух имеет творческую силу. Точно так же, как Иисус сказал человеку с отсохшей рукой протянуть к нему руку, и когда тот протянул руку, рука ожила. Точно так же ты вложил в нас свой Дух, и ты творишь возможности, чтобы вокруг нас происходили добрые дела. Я провозглашаю, Отче, в жизнь твоего народа, что они открыты для тебя, и твой Дух пребывает в них. И поэтому, куда бы они ни шли, пусть даже если вокруг тьма, твой свет выходит из них и поглощает эту тьму. Послушайте, возлюбленные, вы имеете сверхъестественную силу. Вы творения, носящие в себе творческую силу и жизнь. Вечный Дух Божий живет внутри вас. И по мере того, как вы ходите в послушание, дерзновенно и достойно призвания вашего, и стараетесь, чтобы состояние вашего сердца было угодно Богу, посреди тьмы, вы будете творить свет, куда бы вы ни шли. Люди будут видеть в вас Иисуса, и они уверуют в Него благодаря вам. Послушайте, вы первопроходцы и победители. Смелость Отца на вас. Иисус живет в вас. И куда бы вы ни шли, у вас есть власть. И сегодня я хочу сделать вам вызов в любви Божией. Живите так, чтобы демонстрировать царство, куда бы вы ни шли. Вы можете и будете это делать, если всецело посвятите себя царю Иисусу. С вами сегодня был Равин Шнайдер. Я люблю вас. Да благословит вас Бог. Да, я никогда не забуду это удивительное время в нашей жизни. Мы были в Израиле в мае 2018 года. Чудесное время. В Иерусалиме открыто американское посольство, мы оба пережили то, что изменило нашу жизнь. Даже если что-то не проявляется в видимой реальности, у нас всегда есть силы изменить духовный климат там, куда ступает наша нога. Я думаю, мы не до конца понимаем, что жизнь в основном протекает именно в духовном измерении. Мы слишком привязаны к видимому миру, к тому, что мы можем потрогать и понюхать, что можем увидеть своими глазами. И мы считаем, что жизнь — это то, что здесь, на нашем уровне. На самом деле, жизнь — это больше наше духовное, а не телесное существование. Все мы когда-то переживали то, что, входя в какой-то дом, мы чувствуем дискомфорт. Мы не знаем, что там происходит, но мы ощущаем атмосферу, ощущаем присутствие темноты. И наоборот, я помню, к нам пришел в гости один человек, и он сказал, «Я чувствую здесь счастье». Я не говорю, что мы всегда счастливы. Просто этот человек почувствовал позитивную атмосферу, Дух Божий в нашем доме. Этим я хочу сказать, что, возможно, мы не можем быстро изменить какие-то наши обстоятельства в данном материальном мире. Но мы всегда способны приносить Бога туда, куда идем, и светить во тьме Светом Божиим. И тьма никогда не сможет объять этот свет, потому что вы и есть носители этого света. Да, Равин. Господь говорил со мной, Он сказал, что мы имеем доминирующий дух. Дух Божий внутри меня превышает дух сатаны, дух бесовский. Нам не стоит его бояться, когда мы идем туда, где тьма. Мы не должны бояться, потому что с нами присутствует дух «Я есть». Он побеждает и поглощает всякий злой дух, с которым мы сталкиваемся каждый день. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И подводя итог сегодняшнего послания, мы говорим, что нам дан дух премудрости и откровения, чтобы мы могли поступать достойно призвания и угождать Отцу во всех путях наших. Когда мы ставим Бога на первое место в своей жизни, мы исполняем эти две цели. Мы ходим в своем призвании, а часть нашего призвания заключается в том, чтобы мы царствовали для Иисуса, куда бы мы ни шли. Так же, как Бог дал Адаму господство над всей землей. Он желает, чтобы мы с вами могли влиять своей жизнью, могли царствовать над тьмой. Да. И так же Он желает изменять нас изнутри. Обретая премудрость и откровение, мы становимся все более подобными Сыну Божьему, Царю Иисусу. Это окончательная цель Божьего призвания на нашу жизнь. Я стою посольство США в Иерусалиме. Я так благодарен вам, дорогие, за вашу финансовую поддержку служению, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваши жертвы Богу через финансовую поддержку нашего служения производят большие перемены. Только вчера я проповедовал в мессианской синагоге, призывая их быть смелыми свидетелями Христа в израильской земле. Через несколько дней я буду рассказывать об Иисусе аудитории в 500 человек. И все они еще не знают Иисуса как Мессию. К тому же, наши программы выходят в эфир в этой стране, и все это благодаря вашей финансовой поддержке. Вы должны знать, что ваша поддержка помогает нам производить перемены. Я прошу вас сегодня продолжать сеять ваши пожертвования Богу в наше служение. Бог вознаградит вас за каждый посеянный вами доллар. Яровин Шнайдер, да благословит вас Бог. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего, явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на тебя светлым взором Своим, и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Откровение сегодня для лучшего завтра. Найдите сайт «Еврейский Иисус» на Своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нами в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютьюбе. Присоединиться к служению «Еврейский Иисус» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру. Это программа «Последняя» в серии «Апостольские молитвы», часть третья. Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, заходите на наш сайт.